В селе Джаныма-Али, расположено в Карасуйском районе, проживает порядка 4,5 тысяч среднеазиатских цыган. Присмотревшись на улицы и их дома, никому не придет в голову подумать, что этим людям необходима материальная помощь. Тогда как главный источник дохода каждого домохозяйства в этом селе – это попрошайничество. Стоит отметить, что независимо от возраста, каждый из них в день зарабатывает с подаяния порядка 300-400 сомов. Среднеазиатские цыгане весьма агрессивно отреагировали на запрет к мэрии города Ош на прошение милостыни на проезжей части улиц. «Мы выходим просить милостыню, потому что у нас нет другого выхода. Например, 20 дней назад у меня умер брат, у которого дети маленькие. Кто их кормить будет? Кроме того, это традиция, переданная нам от наших предков. Пусть запрещают, сколько хотят, а мы продолжим это делать». «Среди многих из нас нет документов, поэтому мы не можем работать во многих местах. Если наши мужчины устраиваются на работу, то их потом прогоняют, не выдав зарплату. Вот женщины и попрошайничают. Если хотят запретить просить милостыню, то пусть найдут нам нормальную работу». Причиной резкого увеличения количества просящих помощи на улицах города стало то, что кыргызско-узбекскую границу открыли. Так среднеазиатские цыгане, приехавшие из соседней страны, затерялись среди местных и преспокойно продолжают жить, зарабатывая, а точнее выпрашивая деньги у автолюбителей. При этом большая часть из них – дети. Местное самоправление крайне обеспокоено этим явлением, которое оказывает негативное влияние на общественную безопасность и намерено решить эту проблему, обеспечив всех, попрошая к работой. «Если есть желание, то они могут работать в Ош-Тазалыке. Они все равно находятся возле отходов. Тогда почему бы им на этом не зарабатывать? Для молодых мы предлагали работать в нашем молодежном комитете. Мы идем к ним навстречу». Стоит отметить, что для малообеспеченных в Управлении труда социального развития города Ош есть специальный проект, в рамках которого проводятся обучающие программы для нуждающихся. Это трехмесячные курсы электриков, швей, поваров и парикмахеров. Этой возможностью могут воспользоваться абсолютно все желающие, в том числе среднеазиатские цыгане. «В год мы обучаем порядка 400 человек. Расходы покрывает республиканский бюджет, поэтому программа абсолютно бесплатная. Проводим мы ее летом, при этом ежемесячно выплачиваем стипендию в размере 300 самов». Безусловно, сказать, что абсолютно всех трудоустроят было бы неправильно, потому что сейчас найти достойную работу даже человеку с высшим образованием довольно-таки сложно. А у люли лишь одна профессия – милостыню просить, как это делали их предки на протяжении нескольких веков.